Китайские игрушки Соберусь судить, насколько это получится качественная игрушка Но попробуем Надежды есть Ну и еще непосредственно перед тем, как мы перейдем к предмету данного обзора Хотелось бы сообщить следующую новость На данном канале, на канале важного кота С недавних пор закрыт доступ на все видео со страшными фигурками от компании McFarland Toys В одном из предыдущих видео, ссылочку на которое я оставлю где-то и на экране Мы с вами видели, как от важного кота отделилась темная сущность И она пообещала уйти и забрать с собой все обзоры на страшные фигурки Именно так и произошло И теперь у темной сущности есть свой канал Где будут обзоры на различные ужасные, отвратительные, страшные фигурки Я думаю, это достаточно хороший выбор Ввиду того, что многие из этих фигурок попросту не вязались с тематикой канала Поэтому всех людей, которым нравились обзоры на страшные фигурки Да и сами фигурки такие вызывают симпатию Я приглашаю на канал страшных фигурок с черным котом Ссылочку на этот канал вы видите сейчас на экране Ну а если не видите ее на экране по причине включенного от блока То смотрите в описании Там эта ссылка будет размещена точно так же Ну а теперь начинаем Итак, первая запись в группе В теме вопросов и предложений Предложений для обзора А я читаю эту тему Так что не сомневайтесь, что ваши предложения будут рассмотрены и услышаны Так вот, первым предложением было взять на обзор что-нибудь китайское Но более-менее качественное И вот такой вот огромный трансформер Который достаточно давно у меня находится Но никак не мог попасть на обзор Именно на эту фигурку от китайских производителей Я возлагаю достаточно большие надежды Потому что это аналог собственно трансформеров от Hasbro Но при этом это достаточно качественная линейка трансформеров под названием Alteration Man До этого мне попадались парочку ребят из этой же серии Но немножко других масштабов И я могу сказать, что это качественные игрушки В отличие от некоторых суровых клонов от тех же китайских игроделов Сразу хочу сказать, что когда я выпустил видео про дешевых трансформеров Трансформеров из магазинов FixPrice В некоторых группах меня обвинили в том, что я Китай-хейтер То есть я ненавижу китайскую продукцию Сама по себе такая мысль в принципе абсурдна и нелогична Особенно если учесть то, что практически все, за некоторым исключением на данном канале Было сделано в Китае Ребята, та же самая NECA и McFarland Toy Спечатались в Китае Как можно ненавидеть продукцию китайских производителей Ну да ладно, это продукция китайцев Сделанная по заказу американцев Ну а вот это, я так понимаю, это чисто китайский продукт То есть сами придумали, сами выпустили На самом деле серия Alteration Man Это достаточно интересное явление Потому что у этой серии Есть история, которая записана на данной коробочке Здесь, конечно, все на английском языке Но история здесь, значит, такова Она очень, мне кажется, похожа на историю Звездных войн Потому что здесь описывается о том Что где-то далеко-далеко от Млечного Пути Находится планета Монтлаза На которой живут живые механические создания Способные принимать различные формы То есть вот эти самые трансформеры И вот в какой-то момент они создают империю И начинают покорять космос Но одна из планет, которая называлась Йойкин Отказалась от вступления вот в эту империю Отказалась подчиняться И они создали свое повстанческое движение Далее в истории появляется такое название Как Кенботс И я так понимаю, что Кенботс Это название флота Который ведет борьбу от имени империи С различными повстанцами Так вот, когда этот самый Кенботс Отправился воевать с повстанцами На Монтлазе произошло собственное восстание Произошел переворот И к власти пришел некто Темный Король Имперский флот знал, насколько этот Темный Король Жесток и поэтому не стал его признавать То есть, по сути, образовалась третья сила в этом противоборстве И вот таким образом В истории этой линейки есть три воюющие силы Это Империя, которую возглавляет Темный Король Это восставший бывший имперский флот Кенботс И это еще плюс ко всему повстанцы, которые были с самого начала против Империи В данном случае у нас в этот набор входит вот такой трансформер Который превращается в крейсер Его зовут Красный Дракон Также в эту серию входят еще вот такие ребята Которых зовут Скорпион И Зеленый Призрак Один якобы трансформируется в багги А второй в вертолет На самом деле это оба трансформера одинаковые И они оба могут превращаться и в багги, и в вертолет Потому что по форме они абсолютно одинаковые Единственное их различие это, естественно, цвет И вот таким образом хитрые китайцы решили расширить свою линейку роботов Они выпустили их около пяти разных И единственное их различие это окрас То есть цвета, в которой покрашены фигурки Цвета пластика различают, к какой они стороне конфликта относятся У этого робота есть какие-то характеристики, естественно, непонятные нам И снизу надпись Монт Лаза А на верхней части коробки надпись Монт Лаза соседствует с вот таким вот символом Это значит, что данный боец является сподвижником темного короля Называется эта серия Кенбетс наносит ответный удар Ни на что не напоминает Я так понимаю, что вот это Мэнг Бадай Это есть фирма, которая выпускает данных трансформеров Для детей старше трех лет Также здесь есть уровень сложности его трансформации Прямо как у более именитых производителей трансформеров Вот здесь троечка у нас И, собственно, все Здесь не для детей младше трех лет А здесь написано, что для детей старше восьми лет Вот такая вот интересная разброска Этого трансформера я в свое время покупал в интернет-магазине И покупал я его по цене 355 рублей Вот за такую огромную коробку 355 рублей К сожалению, я успел взять только одного робота И сейчас я вот просматривал там товары Этого робота там уже нет Но, может быть, он где-то вам может попасться На других ресурсах или просто в магазинах Сходу начало что-то вываливаться Коробочка стильная У нее даже, посмотрите, задник есть в виде такого космоса Там какие-то астероиды летают Достаточно хороший, кстати, картон у коробки очень крепкий Так, что первое выпало из этой самой коробочки Это подставка На которой будет крепиться вот этот батлшип Крейсер Боевой корабль Здесь у нас, естественно, есть пошаговая инструкция О том, как из корабля собрать робота Из робота корабль И сам робот Это, я так понимаю, часть подставки Здесь у нас карточка робота с теми же характеристиками, что и на коробке Которую мы видели Здесь, правда, все с вот такими вот иероглифами Ничего не понятно Вот так вот отдельным участком пластиковой упаковки закрыто все вооружение Это у нас орудие для боевого корабля Это какие-то энергетические бластеры Покраска так себе Везде наляпана Вот здесь вот Пластик не пахнет ничем едким То есть достаточно хороший Ну и суперские такие немножечко анимешные мечи Чем-то напоминают мне Хейло И мы можем вот так вот их скрепить И получится вообще звездное весло А еще вот сюда воткнем винтовки И он сможет не только резать, но еще и стрелять И вообще все классно Итак, вот он этот самый трансформер Первое впечатление Он абсолютно не пахнет То есть пластик не вонючий И это очень странно Когда распечатываешь игрушки, сделанные в Китае Немножко болтаются у него ноги Есть хлипковатость в некоторых соединениях Но не такая, какая могла бы быть Вообще мне этот парень напоминает игрушки Которые когда-то были в 90-х Трансформеров 90-х Такие впечатления он у меня вызывает И для ценовой категории в 350 рублей Я думаю, это достаточно хороший трансформер Естественно, в интернет-магазине он стоит дешевле Чем если бы я его брал в какой-нибудь розничной торговой точке Но все-таки он немножко не дотягивает по качеству Конечно же до Hasbro Ни в качестве покраса, ни в качестве пластика Хотя покрас довольно-таки аккуратный Но больше всего мне нравится лицо этого трансформера Это прямо-таки отсылка к классическим трансформерам 90-х годов Тех самых, которых мы видели в сериалах Вот для сравнения я достал Оптимуса Который, к слову, стоит на несколько порядков больше Что же этот парень может нам предложить из подвижности? Ну, во-первых, у него есть нелепые вот такие вот остроносые туфли Ему не хватает кепки восьмиклинки и пакета семок А также штаны Абибас Руки он может поднимать, двигать в плечах К сожалению, вот этот вот синдром широкой спины Знаете, некоторые четкие пацаны любят расставлять вот так руки и ходить Они не умеют их прижимать к телу Потому что им кажется, что у них широкие мышцы спины Значит, вот какие у него есть подвижные соединения в плече Еще в плече Локоть Кулак Который может сгибаться, но не может поворачиваться Но этого достаточно, чтобы дубасить противников или стрелять в них Торс у него, естественно, нигде не поворачивается Голова тоже как-то по минимуму двигается Ноги могут вперед, вбок Достаточно подвижное соединение Сгиб колена Все это происходит без хруста Что очень удивительно Но, в принципе, знаете, я этого ожидал Потому что серия Alteration Man, как я уже говорил Мне уже была доступна до этого Вот таких двух трансформеров я приобрел ранее Это то же самое, те же самые Alteration Man Кстати, их вы можете увидеть и под другими названиями Этого, по-моему, называют носорог Он превращается в багги Ну, а это пума Которая может превращаться в мотоцикл И они, как мы видим, гораздо меньше, чем красный дракон Достаточно качественные игрушки Они не ломаются сразу Хотя, вот когда я пытался трансформировать пуму в мотоцикл в первый раз Это вызвало некоторые затруднения И у этих ребят на коробках, насколько я помню, не была описана легенда мира О том, кто они такие и все такое Сейчас я попытаюсь этого парнягу превратить в крейсер Который мы поставим на соответствующую подставочку Но перед этим, в соответствии с инструкцией, он вооружается вот так В одной руке у него сдвоенный такой парный бластер А в другой руке у него должен быть вот этот мега-меч-посор К сожалению, точек подвижности в руках у него не хватает Для того, чтобы придать ему какую-нибудь эпичную позу Такую в стиле аниме Да, не хватает ему точек подвижности, к сожалению Но его вооружение, в частности, вот эти мечи, мне очень понравились Итак, попробуем его трансформировать И вот, пожалуйста В принципе, не дурственно На мой взгляд, этот трансформер выглядит неплохо Вооружение к кораблю можно прикрепить вот здесь вот сбоку Меч соединить с бластером Вот так вот будут прикреплены его мечи, его бластеры Ну а орудие мы навешиваем на сам корабль Вот такой вот кораблик выходит у нас из этого красного дракона Почему, интересно, он красный, ведь он черный И вот так вот устанавливается подставочка Она устанавливается хлипенько Вот эта штука выпадает легко Но вот так вот будет выглядеть этот трансформер В своей форме боевого корабля Ну а если снять вооружение вот это, то неплохая такая моделька для полочки Выглядит достаточно антуражно Конечно, ей было бы гораздо лучше, если бы вот эти элементы были не просто покрашены Они были сделаны из пластика другого цвета Но все бы выглядело гораздо и гораздо лучше Вот такие дела, ребята Роботы-трансформеры и серии Alteration Man достаточно хороши и заслуживают внимания Особенно если учесть то, что они подешевле Hasbro По крайней мере так было, не знаю как сейчас Не мониторил цены на них Но считайте, этот трансформер купленный за 355 рублей Или трансформер от компании Hasbro, который, конечно же, выигрывает по многим параметрам Ну и стоит в 4 раза больше Ну а на этом все, с вами был Важный Кот Ставьте лайки, если понравилось данное видео Вступайте в группу ВКонтакте Подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Пока